Я пожаловался Вите, что-то мы с Витей переписывались, и Витя мне говорит, Диман, давно хочу тебя помочь с этой хуйней, потому что я понимаю, как это работает. Сам я сейчас этим занимаюсь. У меня есть человек, у меня есть вот это издательство и так далее. Давай, я тебя с ними сведу, ты пообщаешься и там для себя поймешь. А я был уже в Германии. А мне помогал тогда Юра Лагутин, мой друг, и я послал Юру туда. Юра встретился с Витей, Витя его познакомил с Черкасовым Андреем, с Джем, они стали там общаться, все это обсуждать. Я прилетел, мы приехали в Джем, рассказали всю историю, и первое, что мне Джем сказал, это наебалово, у тебя наебалово. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот, потому что какой у тебя каталог, примерно как у Витя СД, вот примерно какие деньги получает Витя СД, у тебя прослушки, да, посмотрим, вот у тебя какие-то прослушки, теоретически ты должен получать примерно такие-то суммы. Где деньги? Причем к тому моменту хайп Шока уже давно спал. Он говорит, вот представь себе на пике хайпа, когда ты там выпустил голод, у тебя там все хорошо пошло, а я не то, что мало денег, ни копейки не получал. Он говорит, куда эти деньги уходили, давай как проверим. И когда я предложил Мише Флетлайн встретиться, и давайте встретимся на Джем, обсудим, как я буду уходить, Флетлайн стали требовать от меня, чтобы я не просто ушел от них, а они меня готовы выпустить из контракта только в том случае, если я до этого перезаключу контракт Саплюс. А я говорю, ну хрена мне, вы за меня будете решать, где я буду сдаваться, вы охуели? Когда Боровков. Скорее всего потому, что у них самих были обязательства перед Аплюсом. Вот смотри, Боровков приезжает в Джем, этот зашуганный хомяк, хорек скорее, с Миши Флетлайн, и Черкасов начинает, говорит, вот смотри, вот-вот-вот-вот, и все, ничего не может ответить, потому что ну это наебалово. И Черкасов доказал в трех словах просто, буквально. И Боровков че-то начинает заикаться, и Черкасов ему такой, пошел нахуй, встал-пошел нахуй отсюда. Я сижу такой, и он прям вот так стоит, смотрит на Боровку, встал-пошел нахуй отсюда. И Боровков, смотря в пол, выбежал. А Миша, видно по глазам, что понимает, что тут что-то не так. Но в тот момент я понял, что их наёбывали точно так же. То есть я думаю, Миша, может быть, не был в курсе. Валера знал обо всём. Просто всплыло, что все последние годы мои бабки шли на содержание. Flatline на содержание. Всех остальных там целая цепочка. Flatline. А плюс, блядь, какой-то студий звук. Ещё какая-то цепочка. Потом Союз. Потом PayMe. И типа каждому идут отчисления. Да, и мне сгулькин хуй. Всё. И очень легко было расторгнуть все эти договора, потому что это всё было на коленке. Всё было наебалово, да. Между собой было какое-то наебалово. Поэтому мы их очень быстро всё вот так разорвали. И Черкасов сказал, типа, с Джем, а теперь давай вернём твои деньги. И они их просто высасывали. Последние бабки пришли, по-моему, вот в этом году. Мы вплоть до этого года регулярно, раз в год, там несколько мультов, там несколько мультов. То есть мы их, короче, все эти годы что-нибудь наебывали, мы все эти бабки вернули. Причём, сделав им очень больно. То есть Боровков, когда типа меня видит или вспоминает где-то, мне кажется, у него там икотово недельку, как минимум. Вот. Ну, вот так, примерно такая история была с Флотаном. Вот я не уверен, что они меня прямо наебывали. Мне кажется, их тоже наебывали. Ну, скорее всего, типа там все наебывали друг друга понемножку, а в итоге получилось так, что денег нету ни у кого. Самое смешное было, когда этот придурок, как его, который с Сони судился и уходил от Сони. Шарлот? Шарлот, да, блядь. Жаловался, что его Сони наебывает, но ушёл К-плюс. Вот это, типа, это для всех было абсолютно впечатляюще. Последний аккорд истории, как бы, опять же, без негатива, но мы все сидели, пацанами смотрели такие, всё понятно. Али.